Много сносится деревьев за последние годы, очень много было сухих деревьев в военной сессии. Я не беру последний год, связанный с погодными условиями, но это связано с не полными агротехническими мероприятиями. Например, полив взрослого дерева, а у нас они почти 17 лет, 35, средний возраст, должны поливаться один раз в 10 дней. А у нас, если дождем поет, то хорошо. Мы, знаете, как бы экономят на воде, так что-то и много сухих деревьев. Потом у нас очень много площадей, которые необходимо озеленять. В парке, например, при нормативе на 8 гектар, у нас парк 8 гектар, надо, чтобы росло 2200 деревьев. У нас на свершении 1300 не хватает. Крустов должно расти 10 тысяч, а у нас около 1000. То есть такие показатели говорят о том, что необходимо выделять побольше деревьев, необходимо высаживать побольше насадки, для того, чтобы обеспечить нормальную функцию. Мы деревья, чтобы дети выделяем, закупаем, там, воззывы, садки, садки, деревья. Идет, наверное, мы будем, наверное, но относительно полива я сейчас скажу коментарии. Расскажи, что здесь садки будет. Так что, на школе садки у нас практически не зеленая акция, но, например, садки, 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 садки. Мы хотим постепенно на территории школы детских садов заменить тополя, на которых очень любят селиться ворон и галки, которые внутри микрорайонов, достаточно проблематично сегодня жить с ними рядом. Поэтому и сами тополя, они имеют срок жизни порядка 30-40 лет. Сегодня они уже практически, ну, большая часть подошла к своему граничному возрасту, к преклонному возрасту, да. И они еще и представляют серьезную опасность, потому что у них низкое залегание корней, и при вот таких серьезных каких-то ветровых нагрузках они очень быстро и очень тяжело падают. Вот, поэтому сейчас вот, как бы, задача такая, их, во-первых, кронировали вот многие, а те, которые нужно менять, меняем, и поставили вот такую задачу в основном на липы и плотаны. На те деревья, на которых не селятся ворон, и которые хорошо приживают в нашем месте. Так, есть еще вопросы?